МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. США выходят из Парижского соглашения по климату, участником которого Америка стала при бараке Обаме, пишет РБК. Американский президент Дональд Трамп заявил о выходе из Парижского соглашения по климату. Трамп сказал, что при нынешних условиях соглашение невыгодно для США. Он пояснил, что к 2025 году США могли бы потерять 2,7 миллиона рабочих мест при исполнении всех положений соглашения. Трамп пообещал провести новые переговоры, чтобы оно стало справедливым для американцев, говорится в публикации. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. 195 стран-участниц условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Костак сообщает, суммарный прирост ВВП стран Евразийского экономического союза в результате заключения соглашения о зоне свободной торговли с Индией может составить 1,4 миллиарда долларов в краткосрочной перспективе и 2,7 миллиарда долларов в долгосрочной, заявила член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина. В своем выступлении в рамках Петербургского международного экономического форума Никишина сообщила, что лидеры стран ЕАЭС и Индии приняли решение о старте переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли. Костак сообщает, Казахстан выполнит свои обязательства о снижении нефтедобычи перед ОПЕК как минимум в этом году, сообщил министр энергетики Республики Казахстан Канад Бузумбаев на отчетной встрече с населением. Мы, как и все нефтедобывающие страны, заинтересованы, чтобы цена на нефть была не 30 долларов за баррель, как в первом квартале прошлого года. Благодаря предпринятым мерам и достигнутым соглашениям, в первом квартале нынешнего года нефтедобывающие компании продавали нефть по цене 52 доллара за баррель. Это соглашение работает, и Казахстан, по мере возможности и необходимости, будет поддерживать и выполнять свои обязательства, заключил Бузумбаев. Кастак сообщает, в Казахстане прогнозируется снижение годового объема нефтедобычи на средних и небольших месторождениях до 33,2 млн тонн к 2020 году, сообщила пресс-служба Министерства энергетики. По информации Минэнерго, в этом году в Казахстане планируется добыть более 81 млн тонн нефти. Как поясняется, основной прирост объемов добычи нефти будет обеспечиваться за счет месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. 29 июня акционеры Казкоммерсбанка на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о добровольном прекращении листинга на лондонской фондовой бирже. Как пояснили в пресс-службе Казкома, вопрос относительно возможности длистинга рассматривался руководством и акционерами банка уже в течение некоторого времени, передает Tengri News KZ. Это связано с низкой ликвидностью на этой бирже, а также отсутствием планов у банка по привлечению акционерного капитала на фондовом рынке. При этом следует подчеркнуть, что длистинг, решение о котором может быть принято акционерами банка 30 июня, является нормальной международной практикой, без относительно возможной сделки с Народным банком, прокомментировали в Казкоме. Американский пивной гигант Budweiser начал собственное расследование после того, как в соцсетях появилась видеозапись, сделанная на одном из подпольных заводов по производству пива в китайском городе Дунгуань. На обнародных кадрах видно, как женщины голыми руками зачерпывают пустыми банками из-под пива Budweiser некую жидкость из пасмассовой емкости. В конце ролика в цеху появляются сотрудники полиции. Как сообщает «Шанхаист», подпольное предприятие ежемесячно выпускало свыше 600 тысяч ящиков поддельного Budweiser, которые отправлялись в бары и ночные клубы. Это были деловые новости. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok